В Барнауле простились с бортпроводником Никитой Кирьяновым, вертолет с которым угнали на территорию Украины. Цены на продукты болзут вверх. Насколько потяжелела продуктовая корзина? Будущих строителей и инженеров начнут готовить еще в школе. На Алтае запустили первый строительно-инженерный класс на базе политехнического вуза. Погибшего при исполнении воинского долга бортового механика Ми-8 нашего земляка Никиту Кирьянова посмертно представили к ордену мужества. Старший лейтенант был одним из трех членов экипажа вертолета, который пилот угнал на территорию Украины. Сегодня в Барнауле простились с выпускником Алтайской летной школы. Проводить офицера в последний путь приехали сокурсники, одноклассники и учителя молодого человека. Военнослужащего с почестями похоронили на кладбище в барнаульском поселке Ганьба рядом с могилой его бабушки. Никите Кирьянову было 28 лет. К другим темам. Через два года в Алтайском крае будет на 500 машиностроителей больше. Их подготовят в рамках программы «Профессионалитет». К федеральному образовательному проекту в этом году присоединились еще два завода – ЭЗПИ и Барнаул Трансмаш. Об этом упомянул губернатор Виктор Томенко во время оперативного совещания правительства. По мнению главы региона, количество участников проекта, как студентов, так и предприятий, будет расти, так как квалифицированные молодые сотрудники сейчас крайне необходимы машиностроительному комплексу, впрочем, как и промышленному сектору в целом. А их дефицит наблюдается не только в крае, но и во всей России. Судя по результатам исследования, которые летом провели сотрудники Института Гайдара, нехватку специалистов фиксируют 42% промпредприятий страны. И с 1996 года это самый высокий показатель. Напомним, в Алтайском крае программа «Профессионалитет» была запущена на базе Политехнического университета год назад. Большая часть инвестиций, 100 миллионов рублей, поступила из федерального бюджета. Также был задействован бюджет края и самих предприятий-участников. Эти деньги пошли на покупку станков, инструментов и иного оборудования. С 1 сентября к обучению в рамках проекта приступили почти 250 участников профессионалитета. В рамках проекта участники получают востребованные компетенции, что делает их конкурентоспособными на рынке и обеспечивает трудоустройство сразу после выпуска. Барнаульцы все меньше балуют себя любимыми продуктами. Причем это не красная рыба или сыр с плесенью, а колбаса или печенье. Об этом в нашей съемочной группе сегодня рассказали покупатели одного из магазинов. В следующем материале разбираемся, в чем причина взлетевших цен на молочную продукцию, мясо, овощи. Неужели приближающийся Новый год? Свинина на процентов, наверное, 15 выросла, да? Взлетела в цене не только свинина. Из отчетов Алтай-Крайстата следует, что с начала мая в крае подорожали охлажденные мороженые куры почти на 40%. Бьет по карману покупателей и ценник на овощи, молочную продукцию и уже даже на хлеб. Я люблю чаю купить с печенниками, но, извините меня, цена такая, что мне лучше дешевле килограмм мяса купить. Так что это приходится. Супруга печет хорошо. Ну, на нее наседаю. Покупатель привычно ругает предпринимателей, хотя, говорят эксперты, они от повышения цен не выигрывают. Снижается средний чек, люди меньше покупают, поэтому даже им спокойнее, когда все стабильно. И цены в том числе. Она подорожала же не просто так, потому что нам так захотелось, и мы ее так выставили. Она подорожала, потому что там поставщики нам подняли цены. Если касаемо что-то с беконом, промзабоем мяса, то там получается, сколько-то комбинатов закрылось в Подмосковье. Нам, естественно, с Алтайского края поехало мясо туда. Естественно, ценники поднялись. Наверное, это выгодно монополистам. Там нет конкуренции. И, по сути дела, монополист всегда может установить ту цену, которая ему выгодна, которую ему удалось защитить там, где происходит регулирование. В какой-то степени это повышение тарифов естественных монополий выгодно и государству, потому что это приводит к росту отчислений налогов от естественных монополий. И, конечно, государству легче контролировать одного крупного налогоплательщика, чем тысячи более мелких тех же предпринимателей. Возвращаясь к среднему чеку, покупатели признаются, что постепенно отказываются от тех продуктов, которые не являются базовыми. Мы в основном что берем? Молочные продукты. Молочные продукты, яйца. Хлеб тоже подорожал. Я раньше могла позволить себе колбаску, какие-то копчености. Теперь я не могу это купить. Колбаса очень дорогая. Да, помаленьку соберем. Куда деваться-то? Как не замечали, насколько ваш средний чек увеличился? Ну, примерно так, ну, на сколько, ну, примерно на тысячу вот так вот. Все это закономерность того, что происходит вокруг. Причины разные. Транслируются в стоимость продукта и высокий доллар, и взлетевшие цены на транспортную логистику. Сегодня в товарах сохраняется высокая доля импортной составляющей. Это касается практически всего, в том числе и продуктов питания, которые зависят от удобрений, запасных частей для техники и не только. Эксперты немного успокаивают. Все жизненно необходимое на прилавках будет. А чтобы все это дошло еще и до холодильников людей, вот это уже проблема, над которой придется серьезно задуматься. Работать над тем, чтобы и росли доходы граждан, и доступность товаров сохранялась. Это, на мой взгляд, такой самый сложный и щепетильный вопрос сегодняшней экономической ситуации. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Летом прохладно, зимой тепло. Новые комфортабельные автобусы сегодня вышли на рейсы в Барнаул. Речь идет о маршрутах номер 55 и 60. Общественный транспорт приобрел перевозчик Солгри. Это уже вторая компания, которая в этом году обновляет подвижной состав. В чем преимущество нового транспорта, расскажем далее. Камера видеонаблюдения, кондиционеры, что наиболее актуально в это время года – современная система отопления. Новые автобусы оснащены по последнему слову техники. На обновление подвижного состава перевозчик потратил больше 20 миллионов рублей. Низкополые, есть специальные места для инвалидов, даже выделены другим цветом. Поместимости автобусы – 1,21 место, 2,33 сидячих. Можно прикрепить коляску. То есть низкий пол и пространство позволяет без проблем заехать инвалиду-колясочнику. Солгри – второй пассажироперевозчик краевой столицы, который в 2023-м купил новые автобусы для работы общественного транспорта. В июле три новых автобуса на 35-м и 53-м маршрутах приобрела компания «Евробус-плюс», потратив на новые машины порядка 45 миллионов рублей. Благодаря поддержке Виктора Петровича Томенко в настоящее время Министерством транспорта проводятся процедуры по закупке 41 автобуса большого класса, а также низкопольные, которые у нас уже в начале 2024 года, предполагается, выйдут на линии города Барнаула. Напомним, в августе этого года глава города Вячеслав Франк подписал постановление о заключении долгосрочных контрактов на перевозке пассажиров. Одним из главных условий новой контрактной системы является обновление автопарка. Перевозчики в рамках контракта обязаны ежегодно приобретать новые автобусы, а это значит, что через 7 лет в Барнауле обновят 25%. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова. День с толком. Барнаульскую поликлинику номер 2 на проспекте Калинина ждет масштабная реконструкция. Об этом заявил губернатор края и посетил медицинское учреждение. Любопытно, что такое решение было вынесено спустя несколько дней после того, как жители города пожаловались журналистке Ксении Собчак на состояние здания. Люди написали, что поликлинику построили в 1936 году. Она является объектом культурного наследия, но за всю историю ее ни разу не ремонтировали. По словам жителей, в здании плохо все. Ступеньки обрушились, нет пандуса и перил, потолок облупился, стены потрескались, штукатурка тоже потрескалась. Мы в своем эфире тоже не раз рассказывали о поликлинике номер 2, Однако вопрос с ремонтом не сдвигался с места. Сегодня же медучреждение посетил Виктор Томенко и руководители профильных ведомств. Глава региона подчеркнул, что подготовка документов на масштабную реконструкцию здания в финальной стадии. Реконструкция займет два года, ее примерная стоимость больше полумиллиарда рублей. В зависимости от хода ремонта будут решать, где обслуживать 40 тысяч пациентов. Жильцы одной из многоэтажек в центре краевой столицы бьют тревогу из-за состояния своего дома. Второй год фасад здания рушится, а кирпичи и стен падают практически на головы прохожих. Причем первый этаж дома занимает несколько магазинов. Ситуация разбиралась наша съемочная группа. Центр Барнаула, проспект Комсомольский, 87, многоэтажка 60-х годов постройки. У нас с крыши летят, вон какие кирпичи. Все, даже сами посмотрите, там сколько вылетело, все осыпается. И ничего не делают, и крыша капает. С крыши капает тоже, поэтому кирпич валится. Кирпич из стен пятиэтажки осыпается с прошлого года, подчеркивают жители дома. Причем это имеет локальный характер. Если посмотреть балкон, справа от балкона у третьего этажа, там будет видно пятно, что оно страдает. Но основное место движения пешеходов – это, соответственно, проспект Комсомольский. И там гораздо может все окончиться плачевнее. Есть места, где кирпичи менялись. Когда менялись, кем менялись, мне неизвестно. Но вот такая беда у нас существует. Пока таких инцидентов, как встреча кирпича с головой прохожего, не случалось. Однако люди продолжают бояться, ведь всю территорию первого этажа занимают магазины. И вот как раз, если обратите внимание, как раз именно куда вот заходить, крыльцо, у нас все обычно сыпется. Особенно, когда начинают снег скидывать с крыши, вместе с кирпичами все это сыпется. У нас люди входят-выходят, если вдруг что-то случится и упадет на кого-то. И самим точно так же страшно выходить и заходить, кирпичи падают. Вот там. Оглядываетесь наверх? Оглядываемся, да. Дом обслуживает управляющая компания «Смарт». На наши звонки секретарь отвечала, что руководителя сейчас нет на рабочем месте. Мы направили организации официальный запрос. А пока собственники боятся и гадают, планирует ли УК что-то предпринять, чтобы не допустить обрушения кирпичной кладки дома, жильцам и прохожим остается лишь посоветовать чаще смотреть наверх и находиться на безопасном расстоянии. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Обучение нейросетей, определение геномов растений и мотивационный сайт для учащихся школы. Этими разработками запомнился краевой конкурс лучших проектов информатизации на Алтае. Чем еще удивляли лучшие IT-умы региона и какие тренды сейчас наблюдаются в цифровизации, знает Данил Кузнецов. Цифровая зрелость Алтайского края 62,5%. Это выше среднего показателя по всем регионам страны. Активно продвигает эту сферу вперед краевой конкурс, который определяет лучший проект информатизации на Алтае. Проходит он уже в 17-й раз. За это время реализован не один проект и не только в нашем крае. Один из наших проектов, который стал победителем в своей номинации на краевом уровне, то есть он как раз касался того, что электронная медицина, электронная очередь. Я помню, что представители Торстана, области медицины, воспользовались или узнав про этот проект, то есть они привлекли этот проект и реализовали его на своей территории. Интересная медицинская разработка была в финале и в этот раз. Ее представила студентка классического университета Зоя Горбачева. Ее идея – научить нейросети определять заболевания. Данных для обучения мало. Нужно их получать. А чтобы их получать, нужна программа, которую бы использовали врачи. И им было бы удобно выделять вот эти области, интересные, ну сами вот эти шаровидные области. Один из трендов последних лет – это импортозамещение. Правительство Алтайского края развивает регион по всем направлениям, чтобы не зависеть от иностранных разработок. Внес свою лепту и студент Семен Арапов. У меня музыкальный сервис для начинающих музыкантов. Он направлен, в свою очередь, на импортозамещение, так как из России уходят сейчас зарубежные стриминговые сервисы, такие как Spotify, Deezer. Также он направлен на продвижение алтайских музыкантов. Большинство студентов, вот они варятся в своем соку, в университете где-то, еще как-то. И вот мы видим свою цель, как раз давать им первый старт на бизнес-уровень, тем, чтобы уже бизнес-сообщество, сообщество заказчиков оценивали их работы. Они действительно тогда понимали ценность своих работ и могли уже правильно их позиционировать, выходить уже на новый уровень. На конкурсе были не только студенческие наработки, но и внедренные и давно испробованные решения. Еще одна номинация – социально значимые проекты, например, изучение и занесение в базу данных ДНК растений. У нас ученые правильно идентифицируют объект. Есть подтверждение гербарного листа к этому. И к этому же образцу есть сведения по величине гидома. То есть это относительное содержание ДНК, которое определяется в лаборатории. Это все накапливается в базу данных, которая доступна онлайн. В последние годы на конкурс поступает много проектов сайтов. Жюри предполагают, что это связано с повсеместной визуализацией многих процессов. Например, Степан Мишалкин решил помочь школьникам в стремлении знать больше и разработал сайт, где ученики участвуют в конкурсах и викторинах. У нас есть специальная шкала званий. По итогу каждой четверти каждому ученику, который участвует в нашем проекте, присваивается игровое звание. Проект создан для того, чтобы с помощью разработанной мультимедийной технологии повышать учебную мотивацию учеников 5-6 классов при переходе на следующую ступень обучения. Уже около трех лет на конкурс подают примерно по 40 заявок. Особенно популярным он стал после получения краевого статуса. А посвящен он одному из отцов-основателей информатизации на Алтае – Виталию Ивановичу Береговому. Именно с его именем связан приход интернета в Алтайский край. Именно он впервые увидел перспективу данного направления и организовал первую точку доступа для подключения Алтайского края в сеть интернет. Также известны ряды других проектов. Например, он является пионером в области информационной безопасности и возглавил соответствующую кафедру и подготовку специалистов в этой области. Вместе со статусом пришли и крупные призы. Общий фонд в каждой номинации – 100 тысяч рублей. За последние пять лет количество поступающих на эти направления в ВУЗы увеличилось на 20%. Так что неудивительно, если скоро Алтай войдет в двадцатку регионов по цифровой зрелости. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Кадры для сферы строительства начинают готовить уже за школьные парты. Именно Алтай открыли первый в крае строительно-инженерный класс. Раз в неделю ученики старших классов будут заниматься с преподавателями политехнического университета и знакомиться со сферой. На что, надеются организаторы проекта, расскажет Дмитрий Дроздов. Это первый урок первого в алтайском крае строительно-инженерного класса. Выпускники 113-й школы с этой осени начнут вплотную знакомиться со сферой строительства и множеством ее профессий. Рассказывать об этом будут преподаватели политехнического университета. Мне бы хотелось ознакомиться с тем, какие были бы здания строиться в нашем городе. Какие бы они строились. Какая бы проектировка была бы зданий. Мне кажется, это довольно интересно. Для учеников 10-го и 11-го классов разработали специальную программу обучения. Один час в неделю до конца учебного года, как факультет. Постепенно школьников будут знакомить с принципами строительства. Какой формы должен быть дом? Из каких материалов лучше возводить дома? Как составлять проект и смету? Сегодня история строительства жилья. А в планах и экскурсии на строительные объекты города. Такая работа со школьниками должна повлиять на всю индустрию в крае. Как минимум в виде будущих студентов профильных направлений. Мы этого не скрываем. Отчасти сами строительные компании выступают инициаторами открытия таких профильных классов. Вот сейчас на протяжении года они будут обучаться. У нас в университете на базе своей школы. Наши преподаватели будут туда ходить, преподавать им определенные дисциплины в рамках данного направления подготовки. И, конечно же, мы хотели бы этих детей увидеть в следующем году в числе наших абитуриентов. За это время мы должны школьников познакомить с основными понятиями строительства, с основными проблемами, которые существуют в строительстве. И самое главное, как бы сориентировать их на то, что изучение школьных дисциплин, безусловно, является основой для того, чтобы успешно получать строительную специальность. Другими словами, задача профильных преподавателей – показать, как знания из школьной программы применяют в строительной профессии. А значит, какие предметы стоит изучать более плотно еще за школьной партой. Заинтересует ли этих парней и девушек эта сфера? Узнаем уже через год, когда первые выпускники строительно-инженерного класса начнут выбирать будущую профессию. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефоноши редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok